Всем кря, дорогие друзья, и на ваших экранах сейчас кар механик симулятор 2021 года. Неожиданно, знаю, понимаю, еще если вы посмотрите внимательно правый верхний угол, увидите, что у меня уже пятый уровень. А все потому, что я засрал первые две серии по звуку. Да, я вот, молодец, я засрал первые две серии, я проебал их. Я записал уже больше ста видосов на канал, и в этот раз я решил не проверить звук. Думал, да все заебись, нормально же там будет, да, что там проверять. Фу, какая еще делка? Нормально же все будет, да? Будет две серии проебал, вот мы уже до пятого дошли, вот он пятый сюжетный заказ. Ну да ладно, я думаю, мы начнем с вами прямо отсюда же, прямо с этого момента, потому что все, что было до этого, все вот эти заказики, эти четыре сюжетных, они были такие, пи-пи-пи, они были не особо интересными, если честно, там один единственный раз мы в мотор полезли вот только, все. Все остальное, честно, интересовало меня не очень сильно, поэтому... Вот он, заказ сюжетный, пятого уровня, мы будем начинать сразу отсюда, так сказать, знаете, пройдем вот эту начальную стадию обучения, не особо интересную, сразу начнем отсюда развиваться. Я не знаю, насколько зайдет карм-механик-симулятор, насколько серия он останется, вот это все, но посмотрим. Давайте посмотрим, и я пойду проверю звук в этот раз. Ладно, со звуком все хорошо, единственное, что у меня там стиралка хуярится, я надеюсь, вы ее не слышите. Ладно, чего у нас с данным Шейви Камара? Добрый день, можешь мне помочь? Это моя первая машина, может она и не идеальная, зато моя. Бля, я всегда мечтал о такой, поэтому, когда мне удалось немного сэкономить, я сразу начал ее искать. Ну, блядь, Камара 90-х мечта, ну ладно. Похоже, мы обладели эмоции, я слышал, что это не судит ничего хорошего. Продавец сказал, что тормоза нужно ремонтировать, а все остальное в идеальном состоянии. Ага, идеальное состояние, вот, блядь, у нас тут список, блядь, из трех страниц. Сегодня утром он слышал стук сзади, и машину увело вправо. Надеюсь, ничего серьезного, тоже немного денег, если понадобится. Но, надеюсь, это только тормоза, жду с нетерпением. Когда я снова смогу сесть за руль. Да, короче, нам нужно будет сейчас наискать вот это вот все. Я уже подразбирал, вот, как бы, тормозные колодки, это то, что мы знаем. Катушки зажигания я нашел, свечи зажигания я нашел, топливную раму я нашел. Рампу, извините, я похуй. Она, короче, была вот здесь, вот они катушечки, вот это все. Свечи. А, я отсюда свечи, кстати, не вытащу. Может тут свечи сейчас тоже. Ой, дорогой, ебаный врод. Ой, дорогой. Ладно, вот эта свеча еще более-менее, но вот эта пизда. Пиздец, а сколько у нас всего свечей надо? Раз, два, три, четыре. Вот это будет пятое. А у меня список покупок, чтобы я не проебался уже три. Значит, мы делаем еще раз, два. И выкручиваем вот это. Да уж, впускной коллектор нам пока рано выкручивать, да, наверное. Хотя, что-то мне подсказывает, что вот раз здесь болт вот так вот законсервироваться решил в ржавчину, что там что-то не то. И надо лучше бы проверить. А, я уже вижу масляный фильтр, которому пизда. Наверное, впускай все-таки зря вытащил. Ну, ладно, бывает. Давай еще, блин, ненавижу, когда вот эти вот скобы... Скобы, скобы, кстати, нормально еще. Там, по-моему, фильтру пизда, я отсюда вижу. Ваня, нормальный фильтр, показалось, извиняемся, извиняюсь. Что у нас по предохранителям? Все хорошо. Предохранитель, я исчезаю, бись. Ладно, давай крышку головки еще открутим. Посмотрим, что там с ними. Ну, их ебать тут откручивать. Ну, что ж, буду вам тогда рассказывать то, что я рассказывал в первых сериях, но этого по звуку не было. Я играл в кармеханика 21-го года, но я играл, по большей части, в режим песочницы. Мне просто нравилось собирать определенные машины. Сейчас я решил, что давайте попробую именно сюжетить. О-о-о-о, дорогой. А не зря я сюда полез. Ой, как не зря полез. Так, а с радиатором у тебя же все заебись? С радиатором у него все заебись. Натяжной ролик у тебя в состоянии жив. Приводной ремень в состоянии жив. Блять, немножко, конечно, неудобно, но да ладно. Генератор нам, наверное, снимать не надо. Это я пометил, если что. Так, нам надо добраться сюда. Чтобы добраться сюда, мне надо вот эту заупу снять. Блять, это я вот эту головку придется снимать, кажись. Хули этот V8 такой сложный. Я думаю, вы все простые. Я думал, ЛС, хотя это вроде не ЛС. Блять, за это самое. Заржавел, баврайте. Может, это и не ЛС. Я, к сожалению... Хотя, Шевроле Камара должен быть ЛС, либо ЛТ. Блять, ну вот эти вот. Восьмицилиндрики Шевроле. Хейть, хейть, хейть. Что у нас тут? Ну, тут тоже приводному ременью пизда. Ремню, точнее. Ну, что ж, нам в любом случае все вот это скручивать. Нахуй, натяжитель ремня. Конечно же, ты будешь за коксом он, блять. Приводной ремень снимаем. Он более-менее в состоянии. Натяжные ролики снимаем. Наверное, знаешь, что сейчас будем делать? Я, наверное, не буду детальки помечать. Я знаю, как буду делать. Смотри. У нас есть на тап, по-моему, нет. Не на тап, но кукнувку у меня инвентарь. Я забыл, на, по-моему, да. На, я буду просто отсюда видеть. Вот такие детали идут, получается, вот после отсюда. И будут появляться, чтобы я их помечал. В список подмотках свечи, те же, например. И катушки. И так, ладно, шкив колено нам тоже снимать. Я надеюсь, колено-то у тебя в хорошем состоянии. Вроде колено-то вот нормально. Надеюсь, цилиндры тоже. Че, если у тебя есть шатуна поршневая еще полетела, это будет весело, блядь. Купил машинку, нахуй. Блядь, водяной насос, по-моему, как-то сливать надо, не? Я помню, что водяной насос, как-то надо из него все сливать. А как именно, я не помню. Вот так, может? Нет, не так. Это все равно надо было слить, скорее всего. Я просто помню, что как-то оно сливается. Что, по-моему, если я его сейчас сниму, у меня все на пол прольется, нахрен. А как снимать в один... Ну, то есть, как его это самое, я не помню. Охуй. Сейчас, скорее всего, мне скажут, мне дадут пизды, да? Нет? Не дали? Ладно. Так, ну все, вот, получается, пару натяжных роликов осталось. И бать вот натяжных роликов, пиздец. Купил машину, блядь. Купил в Шевроле, да? Крышка ГРМ, она аж, да. Логично, что она прикручивается, блядь. И та. О-ху-ху-ху-ху-ху. Приводной ремень раз будет с заменой. Приводной ремень два будет с заменой. Ну, чё? Шерстерни тоже придется снимать. Давай сам распредвал снимать. Цилиндры, посмотрим снизу. Я этот сниму... Как этот? Поддон. Поддон снимем, там глянем. Пускной коллектор вроде нормальный, не? Вроде пускной выглядит нормально, давай его сниму. Ну, вот такой, он, знаешь, немножко пошарпенный, но нормальный же, да? Да, да, он нормальный, с ним все хорошо. С этим распредвалом тоже все хорошо. Здесь тоже все хорошо. Гидроусилитель тоже нормальный. Короче, здесь все теперь более-менее. Так, до подачи-ка, давай теперь состояние. Смотри, у меня же куча еще деталей, которые не нашел. Да, куча еще деталей. Я думаю, это детали... Давай, в любом случае нам надо массово ему менять будет, да? Мы сейчас масса сольем, снимем поддон, посмотрим, что там с... Поршнями, со всеми этими шатунами. Пятое, десятое, глянем. Бля, масса хорошая, блядь. Наверное, чел, но мало. Чел, наверное, перед продажей просто масса, блядь, махнулся. О, масляный фильтр, привет. Слушай, масла много, но мало. Оно хорошее вроде, даже не темное было. Ой. Итак. Да, слушай, у него тут все хорошо. Ну, типа, я лично проблем не вижу. Ну, типа, ебать. Все в состоянии булочка. Ну, окей, значит, он говорил... Во. Вот этот стук сзади. Хе-хе. Ты просто посмотри на эту красавицу. Ты просто посмотри на эту красавицу. Я не уверен, что вообще-то рессоры можно менять, не снимая колеса. Ну, похуй. Я думаю, ничего страшного. Оба. Ну, тормоза, блядь, нам все равно колесо снимать там тормозом. Пизда. Нам ж тормоза везде менять, круголя. ВДшечка. ТВ-04. Показывайте. О, о, как хорошо тут. Как, блядь, заебись. Ты просто посмотри, чел, как ты до меня доехал. Это кулак? Ну, тормозной щит. Вот по ось. Мне ее точно снимать придется. Ааа, чел. Я не знаю, сколько ты денег мне заплатишь. Но, видимо, много. Возможно, придется кредитнуться. А еще мне придется... Пружины тебе снимать. Потому что нижняя тарелка ей немножечко пизда. Аморт вроде живой. Тут все живенько. Все хорошо. Задняя кружиночка. Нижняя тарелочка. О, кстати, здесь все хорошо. А, не, нехорошо. Вот данная стремяночка у нас пошла по пизде. Данный сайлентблок пошел по пизде. Колеса нам все равно снимать. Потому что тормоза менять. Давай. Я думаю, вы не против. Че, я тут немножко крекером выкушусь. АПООСИТО ПИЗДА. АПООСИТО ПИЗДА. Чел, чел. Ну, это ебать. Это просто ебать. А ну-ка. Все, я все нашел или не все? Я еще не нашел пять каких-то деталей. Ммм. Я думаю, эти пять деталей где-то спереди в подвеске. Аж вперед. О, я там сайлент вижу уже. Я уже вижу сайлентблок. Которому не очень хорошо. Так, ну это со мной снимать? Ему колодки менять надо будет. Че, ну машину нужно диагностировать. Ну ты как будто это не знал. Ну серьезно. Надо было ее посмотреть хотя бы. Блядь, как-то там. Может, другана какого-нибудь бы позвал. Типа. Который хоть более-менее как-то разбирается. Еще один сайлентблок по пизде пошел. Я так понимаю, те оставшиеся детали это, наверное, сайлент. Да? Давай глянь. Мне кажется, это все сайлентблокен. И вот этот еще. Типа. А, этот хороший. Слушай, этот хороший. Две детальки какие-то я не нашел. А ну-ка. Я догадываюсь. Я надеюсь просто, что эти две детальки не в моторе. Значит, я не хочу лезть в шатуно-поршневую. О, а я, кажется, знаю, что это. Я, кажется, знаю. Тут у нас все немножечко пошло ебать по какой пизде. А, передняя ступица там че, а? А передняя ступица в очень-очень хорошем состоянии. Я так посмотрю, да? Тыщ, 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 тыщ. Ай, пизда. Аморт вроде, кстати, живой. Че здесь во вроде? И я не нашел где-то одну деталь, да? Да. Я не могу что-то одно найти. Что-то, знаешь, прям, скорее всего, прям вот оно находится на самом видном месте. Я просто туплю. Может, вот этот сайлентблок. Просто посмотри на него. Ну, давай, сейчас вот так скрутим. Да, да, да. Это был этот сайлентблок. Я прав? Я был прав. Все. Мы разобрали все, что нам надо было. У-у-у-у-у-у-у-у. Начинается. Тыщ. Тыщ. Тыщ, 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 тыщ. Мы сейчас это все пойдем покупать. Ебать, чувак. Ты на такие товары приплыл. Хо-хо-хо. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. По-моему, все остальное я помечал, если мне не изменяет память. Ебать, Камара просто стоит уже разорванный. Кстати, зеленый Камара, поэтому у Сереги Виндови его привет. Он любит зеленые Камара. Так, мы идем в комподактор. Погнали сначала в лобный магазин с него все закупим. Подожди, топливная рампа у нас одна же, только съемная, да? Сайлентблоки 7 штук. Ебать мой хуй. Так, это выбираем. Передний бампер не здесь, да, будет продаваться свечи тоже. Масляный фильтр будет здесь. Я случайно, я две штуки пометил. Передняя ступица здесь. Дисковые тормозные колодки 4 штуки нам нужны. Да, это так. Повозь заднего ведущего моста. Она, по-моему, у нас одна отъебнула. Если мне память не изменяет, да. Но она и одна, блядь, и должна быть. Стремянка листовой рессоры 3 штуки. Нижняя тарелка, кстати, не приду, а там две отъебаные. Обе-обе. Тормозной щит. По-моему, она как-то по-другому называется, но давай. Продольный рычаг, подвески, по-моему, у нас был один. По-моему, да, он один. Распредвал точно один, это я помню. Приводной ремень. Да, там две штуки съебнула, нахуй. Теперь мне надо в магазин электроники, мне нужно 5 свечей зажигания. Пацаны в вакуе, наверное. И теперь мне надо в кузовню. Не, это тюнинг кузова, а мне нужен просто кузов. Во. Болт хорнет, передний бампер. Че, прости, машинка у тебя будет не прокрашенная. Ну да ладно. Так, погнали монтировать все, что снизу. Поначалу. Тыщ, 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 тыщ. Масляный фильтр сюда. Так, это я могу потом уже только. Я надеюсь, вам не слышно стиралку, я знаю, она орет, пиздец. Простите, пожалуйста. Извините меня. Вентилируемый тормозной диск. Вот это какой-то из сайлентов был, кстати, нормальный, блядь. Если мне память не изменяет. Тормозные суппорта. Ладно, еще поживут. Че, у тебя, че, у тебя вообще бы всю машину нахуй перебрать? Ну да ладно, блядь. Вот какой у меня самый хуёвый. На 77 процента, блядь. Или на 72. Просто я откуда-то его снял, блядь? Вон вот отсюда я его снял просто. Ну ладно, если что, я знаю, я сюда приду. Вот этот был, по-моему, хуёвый. Потом идем сюда, ставим. Точно был хуёвый вот в этом нижнем рычаге. Его меняем. Блядь, я там хороший, еще остальные поставил. Я, твою мать. Он мне сейчас начнет выёбывать. Что, типа, у тебя там в другие места ты поставил хуёвый. Типа, блядь, он че-нибудь такое начнет. У меня так пару раз уже было. Вот в сериях, которые у меня не записались. Диск возвращаем. Надо будет прокачать умения, чтобы быстрее еще закручивать. Я там, кстати, умения нашел. Я в этих умениях прокачал только вот один раз, чтобы он быстрее закручивал. Оп-оп. Все, да? А, вот подшипник же. Скалпак ступицы. А, и все. Я так понимаю, с передней подвеской у меня, в принципе, законченные дела. Надо будет на жопу идти. Там жопа вообще почти вся разобранная сидит. Все же, я, по идее, вроде нигде ничего не проебал. Вроде бы, да. Так, начинается сборочка. Рычажочек. Вот тут сайленты, по-моему, были отъебанные. Просто, по-моему, я сайлентов купил меньше, чем надо. У меня вот почему-то такое вот ощущение, что я купил сайлентов меньше, чем надо. У меня там осталось еще парочку, но он, мне кажется, начнет выебываться. Так, ладно, пусть. По-моему, вот это у нас отъебанное было. Или та была по-отъебанное. Я не помню, какая из них была отъебанная. А, ну вот, смотри. Состояние... О, что я уже поменял. Да, кого-то я еще не поставил. Отъебанное было именно вот это, да? Если я ему поставлю сюда по ось с того моста, он это примет или не примет? Давай глянем. Принял, принял, а то у меня пару раз так не принимал, блядь, тогда нормально. Вот сайлентбок, вот этот давай пометим, который точно надо менять. И свеч я, блядь, помечу лучше, какие надо менять точно. И катушки, катушечки, катушечки. Катушка... Вот. Вот этот сайлентбок должен быть заебись. Да. Все, это ластовый сайлентбок, по идее, который надо было менять. Да, все, сайлентбоки, все, на остальные вообще похуяки, какие я поставлю. Хоть, наверное, гневухи ставь. А нормальные продавай, блядь, куда хочешь. Так, давай доставим вот эту стремяночку еще. Тормозной суппорт. Я очень надеюсь, что вам стремянку несу. Ну и стремянку, стиралку, блядь. Стремянку. Ну, я проверял ее, по идее, не слышно. Так, там она фоном что-то дружит там. Это не как у моего товарища Виктора. Если кто смотрел старые, старейшие, прям там, наверное, года им два уже нарезки по различным играм. Там, помнят, у моего товарища Витти стиралка, блядь, звук ракеты нахуй сдавала. Это было забавно. Так, собираем всю заднюю подвесочку. Там он останется, там тормоза поменять. И пойдем лезть в двигатель. И это будет, конечно, самое геморройное, собрать его. Ну ладно, в принципе, в принципе, такие игры вообще помогают по чуть-чуть хотя бы как-то более-менее понимать технику. Хотя бы как-то косвенно. Понятно, что в реальной жизни у вас все так просто не будет. У вас детальки не подсвечиваются, вот это все. Но хотя бы как-то косвенно чего-то где-то как-то разобрать, это уже хорошо. Я же фильтр засунул, фильтр засунул. Все, опускаем машинку. Надо бампер еще собрать. Давай еще бампер сразу прихуярим ему. Новенький. Черный чел, ты теперь драгстер. Надо тебе капот еще черный поставить. Вообще будешь с телегой. Прямо еще ебейшим. Монтаж. Так, во-первых, да, я этот фильтр вообще снимал. Эти клипсы сейчас обратно ставить. Не знаю, там он дырка специально, чтобы проверять. Я тут снимал, блядь, все. Не, я еще там выпуск снимал. Надо впускной коллектор вернуть. Потом вернуть крышку предохранителя. Вот он, выпускной. Обратно его накручиваем. Вот, я его снимал. Ну ладно, я решил просто проверить, убедиться. Хорошо, что в шатуно-поршневой чел у тебя ничего нет. Капиталки как бы у тебя не будет. В принципе, выпускной пуск мог не снимать. Дроссель мог не снимать. Но проверить-то надо было. Понимаю, снял много лишнего, но... Бывает. Бы-ва-ед. Посредственный прыск. Блядь, а я тот поменял? А то сейчас будет. Где он, где он, где он, где он, где он, где он? О, а видишь? Я, блядь, поменял. Не тот. Он бы сейчас до меня доебывался, что я типа, блядь, не тот поставил. Ему именно обязательно надо, чтобы я сюда поставил новый, а сюда вернул тот старый. Клубанный. Вот, блядь. Пиздец. Так, давай распредвал вернем. Вот сюда, новенький. Шестерню вернем. А, свечки уже можно засунуть. Вот, давай смотреть. Сейчас нет ни демонтаж. Мне нужно состояние. Уберем катушки. Куда мне нужны именно нормальные свечи? Блядь. Да. Вот мне сюда нужна нормальная свеча. Мне сюда нужна нормальная свеча. Сюда. И вот в эти два отверстия. Все, в остальные, мне кажется, я, блядь, сейчас запихну, блядь, вот эти херовые, и он мне ничего не скажет даже. Ну ладно. Засунем ему вот эти. Уже, которые такие, тетететю, чел. В следующий раз приедешь, я буду их тебе менять, я знаю. Состояние. Вот, теперь давай пометим катушки. А свечи, наоборот, уберем. Нам что осталось? Нам приводной ремень, остался и катушки, и все, и, ну, и остальное вернуть все. Как было, окей. Погнали по приводным ремням. Спасибо, что приводные ремни у тебя оба отъебнуть решили. Чисто не означает, так случайно. Крышечка Грейм. Спасибо, что ты не на полную капиталку, блядь, переперся. Оп, можно крышечки головой. Тринь, 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 тринь. Тоже интересного. Нам же хватит экспишки, чтобы сразу на шестой уровень прыгнуть. Следующее сюжетное задание выполнять. Потому что, если не хватит, нам придется обычные заказы какие-то выполнять. Что, как бы, не впаду. Так, вот сюда нужна новая катушка. Я катушки, блядь-то, не купил. Серьезно, я катушки не купил. Я не купил три катушки. Еб твою мать. Еб твою мать. Как так я проебал? Катушка. Ну, мне нужна обычная катушка зажигания, по идее, в количестве трех штук. Я что-то... Что-то я их список-то не закинул. Вот я дураик. Ишь, обычная, да, у меня тут обычная катушка. Вот это я сейчас провокленился. Ну, ладно. Спасибо, заметил. Тынь, трынь, трынь. Интересно, будет когда, какие случаи, будешь мне всю машину придется перебирать прям полностью. Но я думаю, это уже все машины, это уже что-то свое купить там на свалке, скажем, на разборке. Я бы такое хотел. Вот я, кстати, говорил об этом в серии, которая не записалась. Я хотел бы намутить себе Вольву. Тут есть что-то типа Вольвы. Блин, находим это же причем. И начинать ее потихонечку восстанавливать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Это будет прям прикольно, как по мне. Потому что, ну, мне, в принципе, Вольвы нравится. Тут есть что-то типа 240-й модели. Мне, конечно, 240, но так, 50-50, но ладно. Это же ролик, она хуй натяжной ролик, но вы покупал. Или это он такой и был. Ну ладно. Ну еще, если у тебя натяжной ролик был нормальный, ну хотя бы что-то у тебя было нормальное. Удивительно. Хотя, может, у меня просто с какого-то заказа старого остался. Шкив водяного насоса. Вот опять же водяной насос, подскажите, пожалуйста, я правильно тогда сделал, что сливаю или нет. Мне кажется, что-то нет. Просто я туплю, блядь. Но лучше подскажите, если что. Ну что, 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 вот это я не знаю. Так, колено. Приводной ремень теперь давай. О, у меня стиралка закончила. Давай закончим с этим заказом. Я пойду ее вывешу, пожалуй. Второй натяжной ролик. Просто тут уже чуть-чуть осталось, так что смысл. И по идее... А, так, крышку катушек надо поставить, вернуть ему на место. И ему надо сейчас с этим масло заливать вот эту залупу. Пробка охлаждайки, давай охлаждайку мы зальем. Масса ему точно поменять надо было. Вот это я точно помню. Достиралка помолчей, сейчас я тебе вырублю. Не сын. Потом... Да, глянем лучше. Состояние. Это я сделаю. Заменить старое, это я сделаю. Долить жидкость бычок свеклоумывателя. Во. Ему всего лишь надо долить ее. Не надо менять ничего нигде. Окей, хотя бы что-то. Туру-ту-ту-туру-тун. Оба. Да и заткнись. Стиралка. Так, масло. Где масло у тебя вливается? Вот. Я просто хочу уже с ним закончить. Все. Типа вот я заливаю им, и он уезжает. Я получаю деньги. И уже потом пойду менять. Менять? Кого менять, блядь? Убирать стиралку? блять вроде это был конечный и пик-пик по идее все все чел заби нихуя себя проебал ему там где-то целый ремень что ли не доперачивал да не вроде нормально а теперь заберешь забрал нихрена он нам бабулет навалил еще и заказ еще и ящик так все я отойду за стиралочку разберусь повернуть и так стиралка была успешно разгружена погнали откроем нет мы сейчас день смотри смотри кроме щек во первых во первых ящички ящик 316 кредитов окей погнали еще один ящик я хочу экспу я хочу экспу но это мне не особо надо экспу ящик но и бесконечное открытие будет я хочу середину середина моя такая люблю и блять блять на их спа не выпал он теперь давай давай продадим все что ниже 30 процентов почти 15000 еще у меня доступны очки улучшения 5 нихрена то есть парковки на лестничный процент а то чё парковка стоит денег если чё я короче хотел увеличить скорость откручивания вот тут можно скорость это все улучшить типа передвижениях из-за возможность деталей группы один увеличен с быстрого ремонтного процесса короче спорекоземного откручивания увеличим а можно сразу сюда же так да вот так вот сделаем смотри хоба и вот сюда хова вода какой-то ремонт и монтаж детали я знаю что тут есть ремонт деталей но я им никогда никогда не пользовался по моему для него надо вообще открывать специальное помещение по моему осуществляет возможности граждан счет его пространства вот то есть у нас вот это есть за граждан появится контейнер с инструментом утилизации вы сможете перерабатывать и улучшать детали вот это прямо это это выражается в томой к нам надо это тайну и вот различные еще вот эти вот допустим добавляет гсарш парк за заказ на ремонт кузова шины сканер топливный вот это все ну хз а это требует вот подживер стаях до леса граждане 100 позволит ремонтировать механические детали требует улучшения реставратора требует расширение гаража просто реставратор а реставратор улучшение это наверно вот здесь вот что-то да да вот вот это это да это имеет смысл типа расширить гараж потом пить получается вот этот станок ибо я так понимаю пытаться улучшать детали но в то же время на хуй знает хз давай пока вот не будем сюда залазить из чего вот напишите мне пожалуйста сейчас погнали брать второй сюжетный заказ привет не спрашивай что случилось моей тачкой я хотел пустить пыль в глаза до девицы похоже я проехался по большим густам ямах и камням еще и вроде задел какой-то кактус потому что два только не надо рассказывать для чего нужна такая машина кстати проверь пожалуйста уровне жидкости после такой умы песка почти закончилась жидкости помывательно поставь добавлю что но того стоило сообщи как прошел ремонт ремонтируйте еще и кузов ладно ладно дорогуша погнали о боги чел чувак какого хуя даже на хоть заводится ради нити ебать она не завелась она не завелась чувак ёб твою мать что с ней господи ладно подъемник погнали подожди ремонт кузова это типа мне как бы игра говорит что а капот левая передняя фара лобовое левая боковая передний боги море заменить их ложечку талей а но вот там только некоторые детали не сказал видишь вот он нам пару деталей не сказал то что нам диски надо покупать получается интеркуллер масляный поддон радиатор шину спортивную и мать чел она диску до пизда чувак 2 кольцо тебя принципе нет ох ты ж господи радиатору реально жопа давай выльем охлаждайку заберем ее с собой так сказать буль-буль-буль-буль давайте уже сто точно не понадобится демонтаж опять же не будем ничего помечать пометим это когда генератору еще пизда я не помню он генератор говорил или нет рейка рулевая не помню просто на паралеке говорю приводной ремень генератор вот эта прямая детали которые мы должны были найти да да рейка еще да это тоже одна из таких деталей в одной из таких чел лишь бы у тебя там в цилиндрах ничего не было я мать у еб твою мать ебучий случай чел ты чего раздать там решил в пустыне я понимаю тебе полноприводный фокус rs все дела по моему это штуки спасил двести восемьдесят три 180 момента ну как бы ебать мой хуй прикольная тема да чел ладно колесо тоже снимать придется и диски менять посмотреть какое-то колесо хотя бы и шины так на эту тоже будет на пизде короче чтобы поменять рулевую рейку нам надо снимать тяги летяги бархатные часть выхлопной снимаем передавай сюда пойдем вот это с ними запись идиот всего я я перепроверяю я теперь более умный теперь давай массовому сольем хоть это масло чем для массу хорошие еще еще нормальное количество ну чувак ну ты блять красавчик конечно радуйся что ты провал полностью на мотор не попал это было бы сейчас великолепно чертю тут все заебись даже фильтр заебись в принципе я так понимаю я нашел все детали да я нашел все детали тут номер тоже надо просто кузов ремонтировать некоторые детали надо докупать будет еб твою мать то есть это не все детали это далеко не все детали мне колесо надо разбортировать это точно потому что но ебать шины я так понимаю еще в принципе в состоянии более-менее а колесу пизда диску пизда снимаем да лучше на видишь нормально чем давай и добавим список уж и такая мне нужно будет сюда вот поставить давай закупим вот это мне уже не нужд вот масляный поддон вот те детали которые вот такие знают давай закупим театр для гена не здесь до шина тоже диск тоже магазин электроники нам гену надо теперь магазин шин нам нужно шина спортивная 235 на 35 это легко причем надо игры нет 1 1 мне нужно девятнашка 235 на 35 и мне нужно два диска магазин дисков мне нужен диск вот такой вот 19 вылет диска 0 мне нужны две штуки девятнадцатый были диска ну потом нам нужен будет в кузовню сейчас идти потому что давай соберем значит скузавлю давай в самый последний момент будем сейчас умерить обычный режим монтаж не паш монтаж поддон нормальненько радиатор гена это все потом рулевую речку надо собрать выход тяга летят реально тачка в состоянии блять надо пробег ее посмотреть надо будет час ее глянуть пробег сколько пробега на ней а я не запортировал жениху я то уж нихуя там не сделал сейчас давай снизу все сделаем просто все снизу нам вроде больше ничего не надо будет можно будет ее опустить пошли колеса бортирует запортировать вот у нас есть новый диск вот колесо сейчас 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 я посмотрю сколько пробега я хочу просто глянуть скуку это херовины пробегания сначала надо запортировать еще одно теперь уже и он сюда на балансировочку что просто пока я его квартиру и вот это уже ты тут и тут и тут и тут он отбалансировалась полу а ва башна менять надо будет кстати я помню я помнила башна она будет менять капот по моему тоже надо будет менять я туплюсь 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 уже о ваш монтаж сюда мы ставим вот такое уже здесь от резина была чего неплохо так попал конечно это мы нам единственных спишки не докинуть это же напишите вы хотите видеть все задания которые или только сюжетные то есть мне сто процентов придется дополнять другие задания китае побочные чтобы добить уровень вот скажите пожалуйста мне их на запись делать или самому чтобы просто экспишку я уже там сам как-нибудь то поднимал и мы с вами будем смотреть только на сюжетке вот вот это это тоже очень важно если вы досмотрели до сюда если вы досмотрели того красавчик так радиатор корпус а я интеркуллер то не купил и он еще и снизу собака такая но у нас точка штурбированная блин давай в оба сразу можешь купим это мой магазин деталей же да лобовое просто помнишь лобовое надо менять будет монтаж почему кулер блять вот так вот меняется я хз ну ладно все теперь мне остались детали по идее по кузовне только по идее мне нужна кузовня да да лабашу видишь пизда было но я купил уже новый получается смотри обычный состояние вот мы здесь сделали давай вот капот айк ничуть неся капот левая передняя фара левая боковое зеркало блять да да я молодец марио так делаем фоткаем идем сюда блять очистить поиск мне нужна левая передняя фара правая что же а фара нужен правая передняя правая фара нужно на боковое зеркало не право переднимаем правое боковое зеркало левая боковое зеркало левая передняя фара передний бампер передний номер надо будет еще купить капот мне был нужен точно передний право передняя фара крылья крылья мне нужны оба крыла номера я так понимаю покупается тут магазин номерных давай им угля армения брать выше за армении монтаж бампер номерной знак армении 1 пара 2 пара а теперь надо вот это снять вот это на хрен снять здесь в день установочка установочка чел ты бы помыл хоть а мне капот ищешь надо капот тоже у нас уходить все по идее другие знаниями отдалить жидкость бачок секунда и заменить охлаждайку окей это сделал чуть с пробегом 94000 ебать но в принципе в принципе то неплохо ну рама в одну жизнь интерьер что-то у него не очень пишет я не могу открыть по через багажник она интерьер вашем весь пленюхи тысяч так смотри он просил чё охлаждайку по моему он просил именно еду с вашего позволения крекеры охуенные просто не ебать у тебя с ним омывайки нихуя мое почтение класс кончился ну ладно так и масло я же ему меня надо ему и масло доливать у нас для меня 9000 осталось я так понимаю это из-за того что кузовные запчасти вот это все на эту на фокус стоит ебать этих денег чел у меня было где-то 14 900 если мне не будет минимум блять двадцаточки ну или хотя бы 18 и пизда все да все ебать 20000 20000 ебать мой хуй давай ящик мы сейчас детали его продадим ебать блять карта сараев блять ящик я хочу их спешку мне нужна их спешка желательно 2 давай 2 их спешки 2 их спешки ну хоть спешка еще и 161 ростову привет давай еще и спешку давай еще еще и спешка это охуенно это очень охуенно еще ящик давай еще их спешку мы даже в этой серии сделаем еще до задания я вот обещаю давай блять блять ну тогда на этом иду мы будем заканчивать уже опять же продадим все что 30 процентов но вот генератор еще можно слить silent тоже пуху салим 21 тысячи у меня ебать мой хуй тут как бы на десятом уровне открываются сарае автоакционы на пятнадцатом к сожалению авто разборка кстати есть сколько на нее стоит гонять и я потратил деньги я слышал сколько я потратил а я знаю что на авторазборках можно детали покупать вопрос только в том чтобы они стоят они по идее ну точно дешевле можно еще как бы залететь вдруг повезет это да но еще на авторазборках я знаю стоят машины и ты ну прям убитый в хламину который можно типа потихонечку еще восстанавливать давай зайдем глядь ему тут стоит сразу же и си кобра нихуя себе нихуя где мотор дорогуша она даже оранжевая но вроде зеленые диси тайфун 307 тысяч пробега ебать мой хуй тут был 306 сил ну тут короче был один наверное самых так себе моторов да тут такой так себе мотор был деталей нет нахуй стоит это чудо 8 700 8 700 конечно звучит интересно взять себе и начать потихоньку кобру реставрировать но честно говоря кобра меня никогда не привлекал особо вот сильно можно вот так еще поиск нам очень тихо это собранные предметы тут то есть вот можно типа искать деталики всякие но я не вижу особо в этом просто смысла не знаю если вы видите какой-то смысл пожалуйста напишите в этом комментарии или чё вот я купил бы здесь бампер вот от этого гв 500 блин и чем мог бы его поставить что ли да не думаю поэтому давай возьмем и но она еще покопаемся или зря пришел что ли коробка передач что-то давай поищем машинки вдруг тут лежит та самая volvo который я думаю на вот мне volvo естественно называется по-другому называется бля еще машин не вижу кроме то есть и кобра а вот чуть стоит вот тут чет стояла чего-то стояла ебать это кёниг-зэк ну хаммеральт стра стрель с и по 100 2000 пробил ну типа это кёниг-зэка гера 907 блять 1000 момента когда-то в нем будет 24000 мне чуть-чуть не хватает бля прикинь купили бы кёниг-зэкси и сразу такой вот она финансовая ошибка блять чё тут как металла что-то на тебя детали еще валяются него я я понимаю на за сколько-то будет продаваться да точнее за сколько-то я ее куплю давай глянем может просто валяться у меня будет типа война собрать детали вот такие металлоломные которые были иметь стоять карта сараев если насколько это стоит то брать не будем потому что у них и так много если на бесплатно это заберем я думаю все что в состоянии более-менее но типа состояние зелененькое то можно забирать и кстати у меня сняли примерно почти 1000 но где-то 500 у меня сняли мне где-то 500 сняли за поездку сюда не ну в принципе чтобы не съесть посмотреть разузнать если об этом надо говорить заранее блять что вы с меня хотите списать деньгу еще металлолом тут нихуя где машины блять и машины только необычно же больше примере когда я раньше играл у вас не фитона он что-то 85 процентов вроде бы и да вроде блять ну ладно пусть полежит пока с меня деньги еще не снимают это я потом смесь все снимут когда выходить отсюда буду вот зеркало ну блять зеркало думаю смысла нет брать опа вот что-то еще стоит ну это не волю это какой-то chevrolet типа ох ты ебать мэр курику я помешать текстурка но это mercury купе мама сорок девятого года ух ты шеоптить рядная шестерочка еще и здесь на шестерочка это у нас был чапман причем версия мил ну да тут рядная шестерка на самый такой себе мотор полу не был 3 800 можно было бы взять эти по потихоньку восстанавливать сидела но мне он честно говоря не интересен поэтому нет поэтому не интересно а что-то еще будет здесь стоять или это все вышел от машинки 4 валяются типа три уже нашел типа уже заебись и быть там катушка пизда вот этой кучи металлом отчета должно быть нихуя сиденье от вайпера нормально сиденье от вайпера тоже мне было нужно нихуя что-то прям машин мало я думал будет поболее типа всего три штуки грустно как-то грустно и невкусно да и нашли мы всего там буквально две-три детальки по моему что тоже как-то на хозы хозы вот в этом кому копаться нельзя типа не металлом пампер от хелка это в количестве двух штук ну блять зато мы увидели кёник закагеру валяющиеся на свалке хорошее название было для видоса но первую серию так не называют а вот и металлом я копался это я копался ладно назад гараж масляный фильтр у нас всего попросят 7 кредитов переднюю часть корпуса двигателя у нас и дымка вы тоже курсит 140 карта сарай 94 карту сарай давай покупать не будем остальное давайте купим давай купим лишним я думаю не будет типа мы конечно потратили 500 блять сюда пусть они лежат пусть лежат когда-нибудь я думаю они пригодятся мне главное про них не забыть под всем спасибо за просмотр и я надеюсь вам все-таки серийка зашла хотя бы как-то у меня шило проснулась шива иди спать вечером погуляем с тобой я наверное все таки поначалу добью вот сейчас вот эти вот еще по бочке сам выполнил чтобы добить 7 уровень и пойти с вами на сюжетную следующей серии но есть еще напишите все всем спасибо за просмотр что-нибудь напишите что-нибудь нажмите я становлюсь их люблю всем удачки всем покряк